Итак, это естественно Стонополис, мы с вами продолжаем. В прошлом выпуске закрыли главу, точнее не главу, а раздел связанный с производством алмазов. Здесь у нас с вами автоматическая промывка была, но для этого понадобится жидкое мясо и нам нужен розовый слайм. И собственно говоря, ну прямо сейчас как видите у меня их довольно таки много, потому что получать их даже вручную без автоматизации довольно таки просто. То есть вот эта система, которую мы с вами в прошлом выпуске здесь организовали, она позволяет поставить здесь сразу 32 свиньи. Они очень быстро здесь забиваются и таким образом наполняют нашу бочку. А здесь остается жидкое мясо, что позволяет естественно все отсюда это забирать. Но для того, чтобы запустить этот процесс требуется довольно таки большое количество железа. Я сейчас потратил целый стак и я думаю, что производство железа нужно как раз сейчас и автоматизировать, потому что с этим есть честно говоря проблемы. У нас прямо сейчас железо 191 слиток и все. То есть я могу его очень быстро потратить и остаться абсолютно без него. И честно говоря этого допускать не хочется. Так, Незер Кварц мы с вами пока что уберем в ту сторону. Как видите за кадром тут взъелся высоковольтный релья и высоковольтный коннектор. Нам это нужно для того, чтобы все абсолютно объединить в единую сеть. Есть одна маленькая проблема, то что вот провода делаются из стальных проводов и алюминиевых проводов. Но все остальное нам просто нужен алюминий. Так, сейчас мы с вами вот таким образом это все расставим здесь. Наверное ты пойдешь сюда и получим сразу 64. Отлично, я думаю что этого нам с вами хватит до самого конца. И вот это вот все я сейчас планирую заменить естественно на высоковольтное. По одной простой причине, то что я заметил, ну и кстати вы тоже об этом написали, что из урана, у нас с вами вот здесь вот канистрочка есть, при помощи нее можно как раз все это дело принести. Плюс там у меня лежит, если не ошибаюсь, пособие по инжинирингу. Да, вот она лежит. Так вот, из уранового блока мы с вами будем получать 2000 тепла. И это позволит улучшить работу теплоэлектрического генератора. У нас с вами сразу несколько стоит, так что я думаю улучшить еще это добро. Было бы у нас возможность достать сейчас лед, потому что хотя бы, хоть что-то. Мы сейчас с вами охлаждаем водой. Ну в принципе здесь 300, синий лед 200, разница не такая большая. А чтобы получить лед, мы сейчас можем проверить. Мне кажется прямо сейчас у нас нет возможности. А вообще-то есть. Только у нас нет возможности его поднять. Мы можем разлитую воду просто-напросто при помощи манипулятора энтропии превратить в лед. Давайте shift правое. Вот, у нас с вами таким образом получается везде лед. И это позволит больше вырабатывать здесь напряжение. Я сейчас никак это дело не проверю. Вот там как видите я поставил урановый блок. Вот. Именно за это я и переживал. То, что лед будет превращаться обратно в обычную воду под действием просто температуры. То есть так это дело не сработает. Так вот, а урановые блоки для нас тоже теперь не проблема. Потому что уран мы с вами можем легко просеивать. Прямо сейчас есть еще 4 блока. То есть можно пойти это дело туда установить. За кадром я там продолжил это дело сеять. Сейчас очень много всего за кадром было сделано. И алмазов много получил. Ах ты чертов провод. Да. И вот это тоже меня на самом деле раздражает. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот это зараза меня прям безумно раздражает. И предлагаю сейчас с этим справиться в одной из первых очередей. Чтобы больше такого не происходило. Потому что провода так или иначе у нас с вами на базе будут. А убиваться об них, ну это просто трындец. И честно говоря, чтобы победить эту проблему, есть очень простой костюмчик. Который делается из алюминиевых пластин. Называется это броня Фарадея. Здесь правда она никак не переведена. Единственная проблема в том, что я весь алюминий потратил. Да. И ты сейчас мне урановые самородки сеешь. А здесь, здесь у нас с вами олово. Чтобы получить алюминий, давайте посмотрим. Мы с вами должны в обычной воде просеять серые листья. То есть, как понимаете, довольно-таки простой рецепт. Вот правда серых листьев у меня нифига нету. Сейчас придется, да, этим заняться. Но перед этим аккуратненько пройдем сюда. Поставим здесь вместо лавы вот эти блоки. У меня есть еще один блок. Вот так вот, все. То есть, сейчас у нас с вами здесь должно вырабатываться гораздо больше электричества. Потому что урановые блоки дают гораздо больше тепла. По сравнению с тем, что у нас с вами было до этого. Ну вот, я все полностью здесь изменил. Протянул везде висковольтные. Соответственно, теперь мы с вами можем взять алюминиевые пластины. Сделать из них себе полный костюм. Потому что умирать я от этого не собираюсь. Но я теперь, кстати, буду выглядеть прикольно. Потому что штука эта смотрится очень классно. Теперь полностью избавляемся от всего вот этого низковольтового, средневольтового. Потому что... Это тоже туда же. Нам больше от этого никакого толку нет. Только занимает место в инвентаре. Ну а вот теперь с чистой совестью можно переходить к автоматизации производства железа. Потому что здесь есть вот такая штука, которая называется автоматизированный верстак. Сделать его, в принципе, не так сложно. Как видите, здесь требуется довольно-таки небольшое количество блока. Структура всего-навсего. Три на три. Правда, нам с вами понадобится построить два таких верстака. То есть, они будут стоять примерно где-то вот здесь вот. Для этого мне понадобится, наверное, сразу разграничить здесь территорию. То есть, три. Немножечко пропуск. И еще вот так вот три. Да, этого пространства должно быть достаточно. Дальше выстраиваем вот такую конструкцию. Берем легкие инженерные блоки. У нас с вами еще немножко есть. Да, вот именно что немножко. Нужно идти и делать еще. Сразу сделаем восемь. Того будет, естественно, десять штук. По идее, этого должно хватить. Что я там подобрал? Может быть, камушек, ладно, плевать. То есть, у нас с вами идет вот так, вот так. И последний вот здесь вот идет редстоуновый блок. Да, здесь, кстати, есть очень интереснейшая штукенция. Смотрите, я вот долго не мог этого понять. Левой клавишей мыши можно и так, во-первых, поворачивать. Увидеть, что там с той стороны. Но нам нужно с вами остановить на втором этаже. Потому что я вот только что это нашел. Потому что, честно говоря, по-другому абсолютно непонятно. Вот, если мы с вами просто нажмем клавишу стоп. Мы видим, как это должно ехать. То есть, там неправильно показано. Это направо, это сюда и эти две в этом направлении. То есть, по идее, как вот сюда. А вот это должна ехать вот туда. Вот так вот, вот, видите? И теперь это должно сработать. Вуаля! Ха! Черт. Представляете? Знаете, сколько я на это потратил? Полчаса. Ха, это говно. Да что я давно это не делал? Вообще, когда ты это делал? Я не помню. Вроде делал. Но прям очень-очень давно это не делал. Итак, смотрим, куда все это дело у нас с вами подключается. Где у нас для электричества? Вот здесь вот вход. То есть, мы с вами сейчас быстренько... Идти. Классно подключил. Ничего не скажешь. Подрубаем. Здесь. И здесь. У нас где-то вот тут вот, вот тут вот над нами должен быть... Вот он, вот он. Мы в него можем подсоединиться. Я надеюсь, что общей выработки энергии мне на это добро хватит. Тебя поставим сюда. У нас эти, кстати, вот высоковольтные, они очень сильно проседают. Ну, провисают точнее. Они тяжелые, они очень сильно провисают. В отличие от других. Это всегда нужно учитывать. Так, ну и в принципе уже готовую продукцию. Вот эту вот можно пока что сюда вернуть. Ты пошло сюда, ты пошло сюда. И теперь нам просто нужно выбрать, что мы отсюда будем получать. То есть, из тебя мы должны получать вот это добро. То есть, это уже Void Iron есть. А из тебя мы должны получать лапис, естественно, Stone Alloy. Так вот, естественно, чтобы получать лапис, Stone Alloy, мы сюда должны с вами закидывать... Как он, кстати, делается? А здесь рецепт это не показан. А как так-то? А, собака, давайте тут посмотрим. Так вот, чтобы получать его, нам понадобится лазурит, redstone и любой уголь. То есть, у нас с вами как раз есть для этого древесный уголь. Есть маленькая неприятность. У нас производство лазурита очень-очень нехорошо стоит. То есть, нам нужно его обязательно перенести. Электричество мне теперь не страшно. Ёпп, красотый-ка. Что ж ты никак не ставишься-то? И смотрите, что мы с вами сейчас провернем. То есть, у нас с вами здесь и здесь будет стоять input. Отсюда, естественно, лазурит. Оттуда будет выходить redstone. И мы не будем передавать нашу систему. Мы сразу отсюда... Мы сразу отсюда будем передавать туда уже в те верстаки. Мне кажется, это самый правильный вариант. Таким образом, у нас в принципе... Стоп, я ничего не перепутал. Естественно, перепутал. Redstone не туда поставил. Так вот, у нас с вами сейчас отсюда и отсюда напрямую будет забираться лазурит и redstone. Передаваться вот туда. Так, это мы с вами сделали. В смысле, вот эта штука, это что, не output? Да, эта штука не output. Вот, я перепутал. А с какой стороны output? В общем, я сейчас сидел, копался и понял, что я тут... Но что, дел? Нет. Смотрите, когда заходишь внутрь, он показывает внутри ее. Значит, он ее видит. Потому что я сейчас поставил с этой стороны и увидел, что... Блин, а он ее видит. Все в порядке. Просто не появляется вот этих вот ножек дурацких. То есть, лазурит и redstone, древесная пыль, не больше двух штук внутри. Так. Нам нужно сейчас просто подключить себя по новой. Где у нас коннектор? Чтобы мы видели, что эта система работает. Мы должны подключить его условно вот сюда. Он прямо сейчас сюда будет просто подкидывать. Input? Нет, это не... Ааа! Output, естественно, output. Output. Спешил. Так, output сюда. Теперь тебя, естественно, нужно залинковать. Поехали. Вот это трындец, конечно. Как я сразу не обратил внимания, что он внутри, когда нажал... Я же, ну, нажал на него, и там видно, что оно есть. А это значит, что он сейчас сюда не будет больше двух штук поставлять. То есть, вот это можно сейчас отсюда спокойно забирать, возвращать туда. Как видите, в кармане просто жутчайший беспредел. Ужас теперь из-за этого всего. Так, вот это сюда. Все, то есть, вот эта штука теперь будет спокойно работать. Мы можем все лишнее отсюда забрать. Больше двух штук здесь появляться не будет. И оно будет постоянно делать только, естественно, вот этот сплав. Так, окей, следующий момент. А сюда должен приходить вот этот сплав. Две штуки. Void Iron. Две штуки, предположим. И, естественно, уголь тоже две штуки. Теперь нам импут нужно забирать и передавать вот туда. Сейчас мы это с вами все объединим. Где у меня опять объединитель? Вот он. То есть, ты отсюда задаешь, передаешь вот сюда. И тебя, наверное, подключаем вот сюда, чтобы ты мастер видел. Через стену, кстати, луч бьет. Это прикольно. Вот, окейушка. Так, тебя забираем отсюда. Ну, и теперь сюда должны приходить Void Ingot. Это input. Вот отсюда. И древесный уголь. Смотрим, древесный уголь есть. Void Ingot есть. Но ты его не видишь. Стоп. Почему? Может быть, контроллер не видит его? Может, линкануть стоит? Да, они не видят вот эти два. А вот теперь должны видеть. Да, все, отлично. Теперь оно его видит. Фух, я уж подумал, опять что-то неправильно сделал. Все, это можно отсюда убирать. Представляете, какая жесть. Просто вот на ровном месте сидел, ломал голову. Как туда передавать нужное количество? Потому что он начинает забивать. Все из-за того, что ножка вот здесь вот не ставится. Фига себе. Но, в принципе, это работает. И эта собака жрет очень много энергии. Она подключена. Да все нормально вроде. У меня... Вот здесь... А-а-а-а! Ха-ха! Вот я и нашел косяк. Так, нам нужно отсюда передать все. Точнее, сверху передать вниз. Ой, дратуй. Сейчас, подожди. Ну, тут где-то наверху спавнится. Я не очень понимаю, где у меня здесь темное пространство. Опа. Что такое назад? Вот здесь они спавнятся, да? Да, все верно. Но, с другой стороны, здесь у нас накопилось 38 миллионов, 32 миллиона. Почти 8 миллионов на этом. Теперь. Да, в принципе, здесь все есть. Нам просто сейчас нужно передать отсюда вот сюда. Хм. Ты прикинь. А если вот так вот? Он провисает очень сильно. Из-за этого то, что раньше работало, сейчас работать не хочет. Из-за того, что он тупо провисает. Но вот так вот это работать будет. И вот теперь у меня в системе должно быть достаточное количество напряжения. Я могу сквозь провода спокойно ходить. Все. Сейчас к этому осталось только привыкнуть. Сейчас к этому привыкнешь и в следующей сборке будешь сдохнуть от этого. Просто по-любому. Да, отлично. Здесь все битком энергии. И мы с вами получаем... Вот почему-то он в этот слот складывает. Но нам плевать на самом деле, куда ты его складываешь. Главное, что ты складываешь его сюда. То есть таким образом мы сейчас с вами автоматизировали производство вот этих железных слитков. И теперь нам с вами нужно Purifying Salt. Вот такая вот эта Eroding. То есть очищающая. Я просто сейчас не помню, как она делается. Но по идее у нас все должно быть на то, чтобы ее сделать. А делается она просто. Нам нужно два вот таких коксовых угля. А нет. Вот они. Девять штучек осталось. Нужно будет либо еще делать, либо я даже не знаю. У меня есть вопрос. А могу ли я сделать, например, вот так вот? Да, могу. Класс. Ладно, хорошо. Так, и теперь нам нужно перевернуть следующее. Мы сейчас здесь, прямо рядом, будем просеивать. То есть из тебя будет выходить хоппер вот сюда. Значит, ты сидешь вот сюда. Очищающая соль. И ставим с вами. Блин. Он поставился сзади, зараза такая. А че это такое сейчас было? Вообще понимаете, что происходит? Че за заглюк? У меня сейчас два ведра, потому что бак насквозь прошел. Здесь тоже ведро. Мы сейчас дюпнули с вами очищающую воду таким образом. Вау. Ха, это забавно. Ладно, нет, это хорошо. Это можно даже еще раз достануть. Но в принципе это забавно. Ладно, запомним. Так, и нам осталось просто поставить туда воронку обычную. Можно необычную, любую. Здесь же ничего, кроме вот этого железа, получаться не будет. То есть не будет. То есть мы с вами сейчас ставим это добро вот сюда. Идем, делаем. Нам понадобятся четыре меди. Раза три, четыре. Дальше золотишко. Давайте побольше сейчас возьмем отсюда. Камней, медь, золото, алмазы. Так, значит мы теперь, да, действительно можем сделать здесь вот эти апгрейды. Просто один за другим. Золотой. Алмазный. Готово. Теперь из алмазов мы можем спокойно здесь сделать сеточки. Я куда-то выложил алмазы. Сейчас нужно посмотреть. Они где-то лежат, потому что у меня... Нет, у меня не 21 алмаз. Это физически невозможно. Вот у меня еще 64. И куда-то я еще положил. Причем я их распихал просто вот. Один в одну сторону, другой алмазик в другую сторону. А, ладно, потом найду. Мне их было гораздо больше. Хотя с другой стороны я сейчас сделал дополнительные. Да, все правильно. Сеточки, апгрейды. Так что мог потратить. Может быть здесь что-то? Я знаю, где у меня алмазы лежат. Я знаю, где я их видел. Алмазы у меня лежат вот здесь. Вот они родименькие. Вот у меня Незерская руда лежит. Золотая, то есть у нас с вами два с лишним стака. Это просто сейчас можно спокойно вот сюда закинуть. И деревянная воронка. Отвратительно. Ладно, пока сюда. Потом еще к этому вернемся. Все. Давайте сейчас лишние алмазы сюда переложим. Пластик сюда уберем. Стали сюда уберем. Что у меня в кармане лежит. Это пока что все остальное с собой всегда нужно. И идем сюда. Естественно, здесь это будет промываться для того, чтобы мы всегда могли получать железо. Отсюда у нас с вами будет получаться что? Железная пыль. Причем с 80% шансом на удвоение, если я все правильно помню. Может быть 60%. 60, да. А вот такая дает 80. Но здесь у нас должен быть Незерит. А Незерит от следующей главы. Так вот. Мы с вами сейчас сделаем вот так вот. Печка пойдет вот сюда. Железо пойдет вот сюда. Спокойно будет передаваться в нее. И последний нюанс. Это нам нужно подключить к печке электричество. И забирать из печки, естественно, предметы. То есть. Угу, угу, угу. Да, у нас есть инпут. Нам нужно просто сейчас подключить куда-то этот коннектор. А у меня есть куда подключить? А у меня некуда подключить. Это на самом деле беда. Потому что я бы на самом деле вот сюда куда-то подключил бы его. Из-за того, что все это добро провисает. Давайте вот так. Вот так. Вот. Ну, чтобы оно не мешало друг дружке. Энергия сюда пришла. Плавка началась. И теперь мы с вами заберем железный слиток. Разместим его вот сюда. Инпут. Железный слиток в тебя. Тебя коннектим условно вот отсюда. И предположим вот сюда. То есть, по идее, он вернулся в нашу систему. Только он пока что не знает, куда ему положить этот железный слиток. Давайте вот так вот шлеп. Это пошло куда-то вот сюда. Предположим, здесь у нас будет как раз храниться железо. Тебя отсюда заберем. Блин, да все железо заберем. И переложим вот сюда. Нужно сделать аутпут. О, я проголодался. Для этого нам понадобятся с вами две руны. Сколько там? Три палки. Еще что-то такое, я не помню. Две палки. В общем, не очень много. И деревянные хопперы. Да, две палки, две руны, деревянные хопперы. И в принципе все. Причем на что-то там руны идут, на что-то хопперы. Теперь аутпут идет вот сюда. У нас фильтр. Идет железо. И мы с вами можем это добро подключить условно тоже вот сюда. Было 121, стало 153, 168, 179. Есть. Все. Мы с вами только что полностью на 100% автоматизировали производство железа. И мне кажется у нас по-прежнему не заканчивается уголь. Это прям сложно на самом деле проверить. Потому что мне не хочется это открывать. Вот. А здесь нету точного показателя. 14,3. Не знаю. Мы мне кажется не потратили необходимый нам уголь. Знаете что у нас сейчас с вами закончится? У нас с вами закончится вот это добро. Потому что оно не так быстро производится. Я думаю что нам нужно именно этим сейчас и заняться. Потому что вот такая плавилка она оказалась очень-очень полезной. Нам понадобится сделать вот эти вот генераторы на ресурсах. Она называется генератор на ресурсах. Дикое название на самом деле для меня почему-то как-то очень странно. То ли ошибка какая-то, то ли еще что-то. Что он там генерирует? Просто плавилка она и есть плавилка. Так. Железный стержень. Что-то маловато у меня. Стержней маловато. Или как? Мне нужно четыре. Этого будет достаточно. Или может и недостаточно. Сейчас проверим. Это достаточно на одну. Чтобы сделать один гирбокс. Это мне естественно понадобится сейчас бронзовый и золотый. Давайте делаем его. А из гирбокса сделать гнилую рамку механизма. Из тебя мы можем сделать генератор на ресурсах. Так вот. По большому счету я могу забрать тебя. Поставить сюда ее. А древесный уголь здесь безусловно не нужен. Черт, я случайно. Это мы отсюда заберем. Сюда должны поступать только чанки. Ты должна быть подключена в энергию. Блин, неудобно. Ну ладно, плевать. Подключим как получится, так и подключим. То есть... Стоп. Это зря. Вот так вот. Энергия пришла. Вот. Его и чанки будут теперь плавиться гораздо быстрее. Бинц. И сразу уходить вот сюда. Да, смотрите. У нас с вами полностью деревянная воронка здесь очистилась. Тут все очистилось. Теперь начинает здесь очищаться. Потому что это гораздо быстрее все это дело, естественно, плавит. То есть, если мы сейчас подберем вот это добро. Это нужно, естественно, киркой. Вот так вот. Теперь поставим как там... Блин, а что такое-то? Вот так вот. Вот. Поставим тебя сюда. Войт чанк. Тебя. Подключить вот сюда. Это уже будет тройная система. И хотелось бы, чтобы это была четверная. А вот это не забьется, если я сейчас вот это тоже переключу туда. То есть, сделаю сейчас вот так. Интересно, сколько я сейчас энергии трачу и сколько у меня вырабатывается. Как бы это посмотреть? В эту систему нужно что-то воткнуть, что нам будет показывать. Я просто этот трансформатор тока уже не делал сто лет. И, блин, мне очень интересно посмотреть, как все это дело фурычит. То есть, если я... Сейчас, подожди. Из релешки в тебя передается ноль флакса. Потому что нам нужно отсоединить провод, естественно, вот здесь вот. И из тебя подключить условно вот сюда вот. Но нам мешает печка. Блин, а так красиво смотрелось. Ладно, мы печку обойдем. Сюда. Сюда. Вот теперь мы через него можем смотреть, сколько передается. 54, 120, 95, 120. Там нас три, каждый из них вырабатывает по 60. Того 180. То есть, мы это видим исключительно только то, что передается сверху вниз. И порой идут скачки энергии. Кстати, непонятно почему. На что они идут? Когда подрубается вот здесь какая-то система, идет скачок напряжения. И требует оттуда, питает оттуда больше электричества. Скорее всего, да. То есть, есть у меня подозрения. Кстати, у меня вот тут вот абсолютно не работает. Потому что очень уж дорого. Очень уж дорого было. А теперь, когда у меня есть железо и есть уголь, я могу забрать вот так. Я могу забрать вот так. Кстати, древесины по-прежнему не хватает. И теперь из угля мы можем сделать вот эти вот стержни. Вот так, вот так. И получить стак. Но это типа, ну такое себе, да. Мы сейчас бустанем выработку энергии в общей сложности. Он у нас в сети подпрыгнет. И отсюда будет меньше, мне кажется, даже забираться благодаря этому. Нет? Ну не знаю, 57, 57. То есть, там небольшие скачки идут. По идее, система сама себя должна распределять и контролировать. То есть, что она откуда забирает. Но нам нужно еще несколько угольных генераторов наверху. И у нас с вами сегодня наконец-то появилось автоматическое производство железа. То есть, вот здесь у нас оно делается. И это просто шикарно. То есть, причем делается оно довольно-таки быстро. Тут буквально чуть-чуть побегали. Уже стольничек был готов. Соответственно, если мы сейчас с вами в следующем выпуске займемся каким-нибудь Blood Magic, который будет нам автоматически делать, автоматически генерировать кровь. А это, в принципе, возможно через ритуал. Потому что я уже за кадром тоже покопался. У меня там тоже писали в комментариях, что нужно ритуал провести. Я просто так и не понял, как мне нужно здесь спаунить существа. Но это, в принципе, тоже довольно-таки просто. Я думаю, разберемся. Но этим, естественно, мы с вами будем заниматься завтра. Сегодняшний выпуск мы на этом, естественно, завершим. Я надеюсь, вам понравился. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры создавал DimaTorzok